Ну здорово, я знаю о чем ты думаешь. Слава, богатство, признание. Почему у меня всего этого нет? Ведь я лучший в мире! Вытащи из твоей башки мысль о том, что ты лучший, или докажи это на арене. В 5 раз больше ката как приветственный бонус от CyberCube Arena. Ссылка в описании. Если меня спросят, почему дота до сих пор популярна, то я с уверенностью отвечу, что все дело в рофлах. Вся дота, начиная с ее комьюнити и заканчивая многомиллионными турнирами, буквально пропитанной юмором, который исходит как от самих игроков, так и от комментаторов. Дота это не просто киберспорт. Зайдя на любую трансляцию про игры, вы услышите не только сухие комментарии происходящего, но и различные жизненные истории, шутки и куча всего, что вообще никак не связано с игрой. Кому-то покажется, что это непрофессионально, но лично я считаю, что в этом и есть вся дота. Прошлый ролик с самыми смешными моментами из про доты вы восприняли крайне тепло. Такого огромного количества приятных комментариев я не видел очень давно, и раз уж вам так понравилась подобная тематика, то разумеется вы получите продолжение. Если вы захотите еще, то дайте мне это знать своим лайком, а также пишите в комменты рофлы, которые вы сами помните. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее и готовьтесь ко второй порции ржомбы. Первый ролик, кстати, будет по подсказке сверху. Открывает наш, так сказать, топ один относительно свежий момент, который произошел во время седьмого инта. Да, он получается произошел три года назад, но да ладно. Ситуация вышла одновременно забавной и интересной. Суть в чем? Идут квалификации на седьмой инт. Играют команды Team Empire против Vega Squadron. Команда, которая побеждает в серии квалификационных игр, проходит дальше и попадает в основной пул участников инта. Это чтобы вы лучше понимали, насколько эта игра ответственная. Так вот, идет примерно 85-я минута игры. Как видите, катка немного затянулась и стала уже скучновато. Команда Vega зажата на базе, так как их постоянно пушат мега-крипы. Но тут внезапно, году на квапе, из команды Vega, приходит в голову гениальнейшая мысль. А почему бы не изнуть доминатор на одного из мега-крипов и не отправить его бить шрайны? Ну, возможно вы удивитесь, но он так и поступил. Первый крип, как говорится, вышел комом и его очень быстро убили на верхней руне. Однако же второй добился невероятного успеха. Камера за ним поначалу не следила, но на миникарте можно заметить вот эту вот маленькую точку. Это и есть он. От самой базы дайеров он дошел до шрайны Радиентов и начал потихонечку его грызть. Ну, а что из этого вышло, вы сейчас увидите сами, поскольку основные рофлы, как обычно, выдавали Вилат и Готхант. Он не умирает же, старый. Ты посмотри, что он творит, чертяка! Это единственный ботан, который вносит интерес в эту игру. На, на! Мы должны ему дать имя. Мы должны дать ему имя. Он будет Григорий. Понимаете, почему Григорий? Надо какое-то гордое имя. Спартак? Типа вот Спартак мне нравится. Спартак. Спартак. Давай, Спартак. Он с щитом и мечом, конечно. Он уничтожит вражеский шрайн. Давай, братан. И переходи на бараки, дружище. И пойдет, давай, братан. Но на этом все не закончилось. Он отважно принялся ломать второй шрайн. Можно третьего лица посмотреть на него? Мы должны знать его. Нельзя, нельзя. Это же Крик, но на него нельзя. Можно, можно, смотри. Это фонтан. Вот он. Второй! Второй! Брат Спартака! Черт, побери, что происходит. Ему тоже нужны имя. Динамо. У Спартака. Не знаю. Спартак был очень крутой. Ну, кру. Спартак крут. Просто Спартак крут. Главное, их сейчас не перепутать. Они очень похожи. Там пятый догон еще один появился. Спартак получает дэмэдж. Ай, больно. Там френ, там френ. Ай, вышка. Спартак, живи. На фонтан. На фонтан. Хильце, делай тэпаут. Тэпэ нет. А, что ж ты не купил? Боже мой. Тэээ, тэээ, тэээ. Нееет. Ну и умер он, конечно же, как герой. На этом история Спартака была закончена. Но на 97-й минуте появился еще один Крип. Он не сделал ничего полезного, но зато кадры его смерти так и напрашиваются на эпичный монтаж. Следующий смешной момент тоже произошел во время супер длинной игры. Речь идет о матче с ФС и Клауд Найн в рамках 12-го Старладера. Я думаю слышали об этой игре все, ибо она вроде как по сей день считается самой длинной каткой на про-сцене. Она длилась целых 200 минут, это примерно 3 с лишним часа. Ну и само собой, разумеется, данный факт не мог остаться незамеченным нашими комментаторами. Готхант и Каспер уже порядком под устав, на 146-й минуте решили почитать шутки из твиттера об этом матче. Одна из них оказалась весьма смешной и вот к чему это привело. Чувак, топовый твит. Пока смотрел игру, проголодался. Жена принесла перекусить. До игры я не был женат. Ставь лайк, если ты тоже начал ржать не от шутки, а от смеха. Посмотрим, сколько нас таких психически неуравновешенных. Следующий же момент настолько легендарен, насколько и смешон. Полагаю, кусочки этого момента слышал каждый уважающий себя дотер, а кто-то и смотрел его, возможно, даже целиком в прямом эфире. В общем, в любом случае, те, кто не видели приобщаться к великому, ну а те, кто уже знакомы с этим моментом, испытают дичайшую ностальгию и, возможно, даже сплакнут. В общем, речь идет об одном из самых невероятных моментов про доты, который можно описать всего двумя словами. Лост БКБшечка. В общем, что было. На дворе 2012 год. Идет второй интернешнл, полуфинал между Na'Vi и Invictus Gaming. Счет 1-0 в пользу IG. Проигравшая команда попадает в нижнюю сетку лузеров, и у Na'Vi были все шансы туда отправиться. Игра идет очень осторожная, а напряжение в воздухе просто неимоверное. За 17 минут было сделано всего 8 килов. Представляете себе атмосферу? Но тут внезапно китайский состав решает использовать смоки и зайти Na'Vi за спину. И что было дальше, предлагаю сейчас вам посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, боже, обходят спину команду Na'Vi. Так, IG, обходят, обходят. Сон. Лост БКБшечка уже, лост БКБшечка. Лост БКБшечка. ПРАКОВ! ДА! ДА, 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 ДЕСРА, БЕСРА! 3, 4! СОНЗАР! БКБ, КАПОСАВ! Минус 5! Вот это драка! Трипулкиpot! Вот это домой! Вот молодцы Na'Vi! На МАЙТРОС! Na'Vi молодцы! Плантаец и госсари, творится что! Это было настолько эмпично! Честно сказать, я даже не знаю, что в этом моменте эпичнее. Сам замес и то, что Лост все-таки успел прожать БКБ и дать ульт в пятерых, или же то, как громко Вилат орал слово «сосать»? В нынешней доте, разумеется, подобных выражений уже не услышишь от комментаторов. Однако же в то время особых правил-то и не было. Комментаторы вполне могли позволить себе и мат, и вот такие вот выкрикивания в сторону вражеской команды. Думаю, если бы не Вилат, то этот момент, наверное, не был бы таким смешным. Он бы был просто эпичным. И как же был прав Вилат, когда говорил это? Боже, какая феноменальная была драка! Это хайлайт! Долго будет гулять интернетом! На дворе 2020-й, а мы до сих пор вспоминаем этот момент с диплом на душе. Ну и стоит ли говорить, что Na'Vi на кураже разнесли IG в этой и следующей игре? Обидно, правда, что в гранд-финале они все-таки им проиграли. В любом случае, ставь лайк, если застал те времена. Интересно, сколько нас еще лдов осталось в доте. Следующий смешной и невероятно нелепый момент произошел во время третьего инта. Команда Rattlesnake играет против команды Quantic в формате Best of 5. Счет 1-1. Проигравшая команда выбывает из инта и не получает даже маленькой доли призовых. В общем, опять же, напряжение, ну просто невыносимое, ибо на кону почти 3 миллиона баксов. Как обычно, все начинается с замеса. Команда Rattlesnake прямо под вражеским тавером безнаказанно убивает Дарксира. Он сразу же байбекается. Снэки отступают, и тут им внезапно за спину выходит вражеский Свен под ультом. И пауза. Вопрос. В кого Свен сейчас кинет стан? Первый вариант, сразу в троих. Второй вариант, в одного гирокоптера. Третий вариант, в одного кабана. И четвертый вариант, в ЦК и Бестмастера. Итак, думаю вы все и так уже прекрасно знаете ответ на этот вопрос, но давайте же посмотрим ответ на него. Видимо... Ну тут на перехват идет Свен, и смотрите, Свен, Свен! Ку-что? Что это было? Сокс! Боже, Сокс, какой фейл. Этот стан, это просто... Четыре героя, почему ты даешь танк кабана? То есть, я понимаю, что кто-то не любит там кабанов или что-то типа того. Может, его в детстве кабан укусил, я не знаю. Я не могу другой, более адекватной причины придумать, но потому что это реально был тотальный провал. В общем, данный момент можно смело вписать в зал славы самых фейловых моментов про доты. Никто до сих пор не может объяснить, почему это произошло. Может быть обычный мисклик, может быть что-то личное кабанам. В общем, кто знает. В любом случае, данный момент народу показался очень смешным, и он породил огромное количество мимов. Например, каждому кабанчику-постанчику. Думаю, не стоит говорить, что после этого слитого замеса, квантики получили лютую порцию дизморали и слили последующие две игры. Следующий ролик я, честно говоря, впервые увидел на днях. Такое ощущение, что он вообще из каких-то личных архивов команды Na'Vi, и я даже не представляю, как это видео попало в интернет. Короче, действие разворачивается примерно в 2012-2013 году. Дэнди снимает Пупея на свой телефон, пытаясь его достать. В общем, что из этого вышло, предлагаю вам посмотреть сразу самим. Пупея на свой телефон, пытаясь его достать. Сказать честно, я даже не совсем уверен, что в этом видео смешно. Реакция Пупея или же лицо Куроки после его слов. В любом случае, видос выглядит очень лампово и навеивает легкой ностальгии по старому составу Na'Vi. Ну, а перед тем, как закончить, хочу напомнить вам написать в комменты смешные моменты, которые вы сами помните. А также не забудьте тыкнуть лайк, если вам понравился подобный формат роликов. Плюс хочу напомнить про первую часть данной рубрики. Она прямо на ваших экранах. Ну и про подписку не забывайте, ведь она дарует плюс 10 единиц к удаче. Ну, а я с вами, друзья, не прощаюсь. Еще услышимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!